Рязанская делегация в Казахстане посетила специальную экономическую зону парк инновационных технологий и технопарк Алатау, ознакомилась с возможностями индустриальной зоны города Алматы. Состоялся ряд встреч и переговоров в том числе с руководством торгового представительства России в Казахстане, Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, а также с представителями бизнес-сообщества. У всей нашей работы на уровне региона появился в этом отношении новый и наполненный глубоким пониманием и смыслом девиз. Объединяя усилия, приближаем результат. Эти слова я также вынес фактически в заголовок своего выступления сегодняшнего перед вами, поскольку его можно экстраполировать совершенно на любую сферу и любое взаимодействие. Рязанские компании представили свою продукцию и обсудили с потенциальными партнерами из Казахстана возможности сотрудничества. В ходе круглого стола был представлен потенциал производителей строительных материалов из нашего региона. Обсуждались возможности организации поставок строительных материалов из Рязанской области на крупные инфраструктурные объекты и в торговые сети города Алматы и Казахстана. Мы привезли сюда конкретно тех, кто хотел бы сотрудничать с конкретными либо предприятиями Казахстана, либо в конкретных отраслях для сотрудничества наладить. В первую очередь это компании рязанские, производящие строительные материалы и генеральный консул, также торгпред подтвердили на самом деле, что это самое сейчас востребованное направление для сотрудничества. И то, что наши рязанские компании экспортируют уже свои товары, в том числе и в Европу, помогает им подтвердить качество своей продукции. Николай Любимов отметил, что успешно прошла биржа контактов с участием рязанских и алматинских предпринимателей. Проведено более 20 переговоров, достигнут целый ряд интересных взаимовыгодных договоренностей и намерений. Результатом этой бизнес-миссии должно стать подписание экспортных контрактов в различных сферах. Олеся Котровская, телекомпания «Город».